Кабухаматова поздравил звонок Юры Шевчук. Старуха, ты охуела? Просто сразу. Ты куда пошла вообще? Ты кого там поздравляла? Я ему говорю, не-не-не-не-не-не, подожди, подожди, все было совершенно по-другому. Это очень крутой рассказ, его очень важно вообще было услышать. Если бы ты еще видел, как это происходило, вот, но потом он через какое-то время простил. Не сразу, но простил. Ну, то есть для него это было прям предательство. То есть это куда-то спуститься в водище, там всех поздравить и вернуться. Для тебя Шевчук важный человек. Да, очень важный. Камертон. С какого момента он, почему он стал для тебя камертоном? Господи, почему же эта жизнь наша состоит из вот этих годов и дат? Ну, не важно, какой год. Ну, просто это прям какой-то год древний. Жив еще Сережа Коварухин, наш общий друг, кинорежиссер, военный кинодокументалист, который прошел огромное количество войн. И он для того, чтобы не забывали тех ребят, которые погибли в Чечне, а потом продолжили это делать, придумывает такой вечер. Называется «Вечер памяти». Собственно, так он и назывался. И на этом вечере просит меня быть ведущей. Я ведущая с кем-то. По-моему, это был Сережа Гармаш. А может и нет. И там поет Юра Шевчук. И там в гримёрке мы первый раз знакомимся. Он для меня всегда был... Его песни всегда были для меня неким таким важным, двигающим по жизни паровозом. И мы начинаем просто общаться сначала на этих вечерах, а не каждый год в полной тишине. Я должна прочитать списки погибших за этот год на войне. При этом Юра мне не может ответить на вопрос, почему эта война продолжается, кому она нужна. То есть я не могу больше читать эти фамилии, потому что мне их не жалко, потому что я не понимаю, что мы тут делаем, почему всем миром сейчас нельзя остановить эту войну. Вот мы со скорбными лицами, он поет, я читаю этих погибших, зал встает. И у меня такой начинается внутренний бунт. Я говорю, Говорухин, я больше не могу больше. Кому нужна эта война? Почему мы вспоминаем погибших, но ничего не делаем для того, чтобы они прекратились? И дальше я не сказал, что это очень серьезная история, которая не от нас зависит. Там какие-то все были геополитики и негеополитики. И в какой-то год я ему сказала, что я больше этого делать не буду. И мы с ним пострелились. А потом случился первый концерт фонда. И Юра был первым человеком, которому, открыв телефонную книжку, я вообще позвонила и сказала, Юра, мы решили ни от кого не ждать помощи и начать менять ситуацию сами. Поэтому делаем вот такой концерт. Это 2007 год, по-моему. Делаем концерт, споешь. Он сказал, спою. Вышел на сцену, спел. В зале сидела тогдашняя министра здравоохранения. Он ему все высказал. Сказал, что это позор для страны. Что на больных детей люди собирают деньги таким образом. Потом вышла Личка Хиджакова, которая должна была читать Пушкина на этом концерте. Должна была читать Пушкина. А Саша Олешка, тогда еще артист театра «Современник», должен был ей суфлировать на всякий случай с текстом Пушкина. И вот он стоит, приготовился. Лия вышла на сцену. И дальше Личка ни разу не вспомнила о том, что выходила читать Пушкина. А просто начала говорить. Какой позор! Где мы живем? Что же это такое? Но неужели мы до такой степени наплевали на наше будущее, на наших детей? И просто как гаврош на баррикаде. И Олешка на всякий случай пропустит все-таки. Вдруг она начнет читать Пушкина. Она так и не начала читать Пушкина и подбурные плависменты. И вот все как бы... Было ощущение, что вот и ей сейчас зарождается гражданское общество. Когда Зурабов вышел на сцену при полном зале врачей, детей, которые были в ремиссии, к которым можно было прийти, их родителей, гостей, начинает говорить, что... Первое, что он сказал, что рак – это генетическая болезнь. Тут его первый раз освистали. Дальше он сказал, ну почему же только рак? У нас все болеют и болезнями желудка, и болезнями еще какими-то. Тут просто уже зал вошел в такое неистовство. Все начали топать, кричать «Бу!». И министр здравоохранения под эти все проклятия просто тихонечко ушел со сцены и сел в зрительный зал. И было ощущение, конечно, так, все, сейчас мы закатаем рукава и будем менять эту жизнь. Какой-то сложной ассоциации. Послушав все вот это, все вспомнил «Устный вечер» совершенно секретно. В конце 80-х, с собой разгар перестройки, в Измайлово, это было на сцене тогда, с Юлианом Семеновым. И мной был Гаврил Харитонович Попов, советский экономист. Он так замечательно говорил, обрисовывал перспективы. И вот закатаем рукава, «Все сделаем по-новому». Я думаю, вот если бы эти люди пришли к власти, убрали бы этих красномордых, заворовавшихся коммуняк, и было бы новое что-то, замечательное. Буквально через пару лет Гаврил Попов стал мэром Москвы, он снес памятники Свердлову, Дзержинскому, образовал префектуру, выступил с инициативой раздравления России на 50 мелких образований, государственных. Ну, как персонаж Марии Кожевниковой повторял в сериале «Универ» пипец. Вот он недолго пробыл мэром, не знаю, что там и как. И про Зурабова говорила, Хаматова. Странно, это какой-то, конечно, персонаж. Нам не очень везло с министрами здравоохранения, да и вообще с министрами. Там было какое-то дело, посадили то ли его зама, какое-то там было воровство. Потом его отправили послом на Украину, где он проебал все, и сейчас успехи нашей дипломатии расплачиваются кровью. наши солдаты. Но песня совсем не о нем. Просто вот эти замечательные люди, которые жаждут перемен, они очень плохо понимают, как все устроено. Это я не потому, что я понимаю. Я не понимаю, но у меня нет желания рукава закатать и что-то менять. Это я уж не знаю, как насчет термина иноагент. Какой-то странный, вообще мне непонятно, как это все получается, каковы критерии, кого вносят в эти списки, кого нет. А вот национал-предатель был такой термин несколько лет назад. Но он вот точно предательщик, человек, который желает поражения в своей стране, желает, чтобы ее раздробили на 30-50 разных стран. Ну, вот он и есть, конечно, национал-предатель. Его можно любить за его прозу, восхищаться игрой на сцене, но нельзя не забывать, что это предатель. Илья Хиджакова, которая говорит, что она поедет в Киев после победы Украины над Россией. И Чулпан Хаматова, который вот это все «Слава Украине» там с Анатолием Белым, они там какие-то спектакли устраивают. И вот все вот эти вот бесконечные оружия, которые вызываются быть проводником для диверсионных групп ВСУ и НАТО по Подмосковью. Понятно, сто раз говорил, что это Стебалова, я понимаю, что это Стебалова. Так же, как, наверное, Аркадий Бабченко, бывший обозреватель «Новой газеты», говорит, что он рано или поздно проедется по Красной площади, выглядывая из люка американского танка Абрамса. Наверное, это тоже Стебалова, но Стеб Стебалова, мы должны понимать, что это враги, что это враги страны. Что, опять же, повторю, наверное, не мешает восхищаться их творчеством. Смотрите, как на того же Шевчука, которого поминает в разговоре с Игорем Чулпан Хаматова, как его приветствовали на концерте в Уфе, когда он говорил, что Рудина – это не жопа президента. Вот это вот плохо, что страна-то как-то так не единодушна, как там все получится, все для фронта и все для победы, если не все все понимают одинаково про страну. Душа болит страшно. Мы против войны, а вы? Это самое главное. Поэтому особо веселых песен не будет. Мы будем размышлять, говорить о мире, о войне, о любви, о добре и зме, о любви, о нерве и о любви. Вот отчет. Спасибо вам, что вы пришли. Постараемся не облажаться. Спасибо. Добраться. Да, из Башкирии и гибли женщины, дети, старики. А я первый раз был в таком замесе и приехал, стоять вообще не мог. Ничего, не говорить, не думать. Я просто пухалка. Ай, господи, да, и в Таске в полной находился и не знал, что делать. А вы знаете, я до с войны приезжаю, сколько-то людей не знают. А люди ходят по магазинам, сидят в ресторанах, выпивают. А там тысячи километров просто бой не идут. Кровь, смерть, жизнь полная. А тут все спокойно. Мы как-то отстраняемся от этого всего. Потому что нам так будет совсем тяжело жить. Но мне кажется, нужно это чувствовать. Эмпатия наша не должна засохнуть. И сейчас убивают в Украине людей. Зачем? Наши пацаны там гибнут. Зачем? Какие цели, друзья? Какие цели опять? Опять гибнут гибнуть молодость России и Украины. Гибнут старики, женщины, гибнут. Ради каких-то наполеонских планов очередного нашего Цезаря, да? Родина, друзья, это не жопа президента, который надо все время на зоне целовать. Родина это бабушка, нищая на вальзале, продающая картошку. Вот это Родина. И я после шишки написал первую письмо. Она называется «Любовь». Знаете, почему? Потому что я не мог ничего другого писать. и любовь эта песня меня спасла. И сейчас мы ее вам споем. Эту песню. Спасибо. Половина зала за войну, половина против. Так? Нет. Нет, больше? Против. Давайте я спрошу. Больше за войну? Против. Или против? Против. Против. Ну, это удивительно, честно говоря. Ладно. Пепец. Пепец. Продолжение следует...